Начнем с того, что Соединенные Штаты Америки озвучили стратегию успеха Украины в войне против России. И вот что интересно, они кроме всего прочего сказали, что нужно помогать, нужно давать больше оружия. Также они сказали, что это представитель Госдепартамента США. Определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она в конце концов могла контролировать всю свою международную признанную территорию. Вот, ну не впервые они говорят об этом, но вот с акцентами, что 91-й год и вот стратегия США в Украине в этой войне, это граница 91-го года. Но скажите мне, пожалуйста, господин Нус, это говорит не Байден, не вторие лица Белого дома, это говорит Джейнс О'Брайен, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии. Почему именно этот ранг это говорит, такие важные слова, или это все продумано? Не, ну во-первых, Джейнс О'Брайен, это один из ближайших соратников Энтони Блинкина. Вот сейчас я с вами разговариваю, он в данную минуту находится в Азербайджане, в городе Баку. До этого он был в Ереване, это тот самый, который как раз-таки решает... Он курирует, во-первых, постсоветское пространство, чтобы вы знали, да, непосредственно. Он помощник Блинкина. Иногда у вас по ошибке говорят, что он заместитель, но не заместитель, он именно помощник государственного секретаря. Один из самых ключевых помощников, которым Энтони Блинкин доверяет. Поэтому этот самый высокий уровень, да, после него идет сам Блинкин, а после Блинкина идет сам президент Соединенных Штатов Америки. Ну, как вы сами понимаете, не будет же комментировать Блинкин или президент США. Каждый, на планете, заметьте, да, огромное количество стран, и каждый день это комментируют. Поэтому существуют конкретные люди, которые работают по этому направлению, отвечают непосредственно, отвечают перед госсекретарем, отвечают перед администрацией. То есть вот в правительстве, когда говорят, вот этот человек и ведет, да. Например, вот в кабинете министров, вот у любой страны, вот я работал в кабинете министров, есть премьер-министр, да, есть руководитель аппарата. Вот я руководитель аппарата, есть 26 отделов. Отделы разные. Каждый отдел один – культуру, там, городского хозяйства, там, оборона и так далее. и отдел внешнеэкономических связей в том числе. И поэтому тот человек, который сидит там, например, заведующим этим отделом, курирует это. И он тот самый человек, который отвечает за все. И завтра есть какой-то документ, нужен будет. Он идет на стол, кладет этому премьер-министру. И этот заведующий отделом, он непосредственно работает с министерствами и ведомствами. В том числе, если это внешнеэкономический, значит, он работает с министерством внешней экономики, работает с министерством иностранных дел и так далее и тому подобное. Поэтому О'Брайен – это ключевой помощник госсекретаря, представитель Госдепа, человек, который в теме и тот непосредственно, который ведет эту линию, и с Украиной в том числе. И если это озвучивается на его уровне, и, как вы сказали, что это его заявление, оно потому и вызвало ваше внимание, что там некоторые акценты расставлены уже более конкретно. Но тут удивляться не надо. Динамика всего противостояния за эти два с половиной года не только во взаимоотношениях, я имею в виду, Украины и России, а в первую очередь отношения Соединенных Штатов Америки и в целом коллективного Запада к этой войне. Вы уже видите, как динамики меняются, и как это меняется непосредственно поставками оружия к вам с первого дня и по сегодняшний день, разницу вы видите, небо и земля, так и в риторике. Поэтому данная риторика, она, в принципе, соответствует уровню нынешнего подхода Запада и, в частности, данной администрации. Более того, заметьте, это сделано параллельно-параллельно с той информацией, которая была вброшена в информационное поле агентством Reuters. Ну, опять же, это не такая была закрытая какая-то информация, которая озвучила заявление двух ближайших помощников бывшего президента Дональда Трампа, которые руководили Советом национальной безопасности во времена Дональда Трампа с 2017 по 2021 год, которые совершенно предложили, так сказать, открытым текстом российский нарратив, да, вот на эту тему и с предложением, как они видят будущее этой войны, да, то есть с их точки зрения это как раз-таки поражение Украины, да, это самый открытый российский нарратив. И поэтому в этой ситуации вы должны понимать, что спекулятивность украинской тематики, наряду со спекулятивностью других тематик точно так же, и израильской в первую очередь, да, она будет каждый день присутствовать по мере приближения этих президентских выборов. Я думаю, это еще даже начало в этом направлении, и вы будете видеть усиление в сторону плюса позиции нынешней администрации, как в предметной плоскости, я имею в виду вот эти поставки непосредственные, да, вооружение, то есть вот эта финансовая помощь, она будет на регулярной основе, вот, и вы будете увидеть, слышите конкретную риторику, которую можно будет использовать нынешней администрации, для того, чтобы вот эти неопределившиеся в штатах подействовать. Да, господин Мюнс, вы вспомнили о советниках Трампа, Кит Келлог и Фред Фляенс, это передает агентство Reuters. Хотел бы уточнить, в первую очередь, я бы и не проговаривал, и не спрашивал вас бы о том, что якобы эти двое людей сказали о мирном плане, предлагают Трампу, но на эти слова отреагировал Белый дом, и они сказали, что Украине нужно самой решать, вести с кем-то переговоры или не вести, это сказал Джон Кирби, я имею в виду, что Джон Кирби отреагировал на агентство Reuters. И хотел бы вас спросить, вот как предложение советников Трампа нужно понимать, потому что позже якобы в избирательном штабе Трампа уточнили, что он, если станет президентом, он будет за скорейшее окончание войны России в Украине, там не сказано ни слова поражения или не поражения Украины, и о том, что европейские страны должны делать большой вклад в поддержку безопасности. Я вспоминал слова Трампа о членах альянса, членах НАТО, что нужно всем давать около 2% ВВП. Вот это вброс, это реально так в штабе есть один из вариантов Трампа, и что на вашу мысль, как вы считаете, вот то, что Трамп хочет быстрее закончить войну? Вот какие у него приоритеты и как он видит окончание войны? Давайте не строить иллюзии и не самообмануться, давайте вещи будем называть своими именами. Вы знаете мою позицию, я не сторонник ни Трампа, я не сторонник ни Байдена. Я категорически против этих двух кандидатов, категорически. Объясню по порядку. В первую очередь против Байдена. Почему? Потому что в 2014 году он непосредственно был вице-президентом. А в 2008 году он также был вице-президентом. И вот эта перезагрузка дурацкая, которую затеял он вместе с Обамой, он один из авторов этой перезагрузки. И он реализовал ее в жизни. Он курировал как раз таки и постсоветское пространство, и Грузию, и Украину, и все то, что происходило на этом направлении. И не прием вас в НАТО. И вот такая реакция увещевания Москвы, это тогда связано было в первую очередь политикой того же Байдена. То есть этот человек непосредственно приложил руку, что позволило, к той политике, которая позволила Кремлю аннексировать Абхазию и Цехамвальский регион, и потом в 2014 году аннексировать Крым и Донбасс. То есть поэтому в этом есть вина Байдена. Плюс я уже не буду говорить о его отношении сегодня к Южному Кавказу и к моей родине. То есть я это, видите, вам сказал, Грузия, я не Грузия, к Украине, я не украинец. Ну, до этого, просто если я начал бы с Азербайджана-Азербайджанского конфликта, все бы сказали бы, ну да, понятное дело, он не любит Байдена, потому что Байден поддерживает Армению. Нет, я вот, видите, вам сказал и про Грузию, я вам сказал и про Украину. Теперь что касается Армяно-Азербайджанского конфликта, ну да, он представляет демократическую партию. Демократическая партия исторически была на стороне армян. Калифорния, вся Калифорния, это демократический штат, самый крупный штат Америки, он демократический, вы это все знаете. И поэтому, например, отношение Трампа к этой армяно-азербайджанскому конфликту диаметрально противоположное. Почему оно противоположное? Не в том плане, что он на стороне азербайджанцев. Ему начихать и на азербайджанцев, и на армян, понимаете? Потому что он к этой теме не подходит. Раз вы там поддерживаете Армению, я вообще заниматься этой проблемой не буду. И он, в принципе, когда был 4 года президентом, он вообще этой территорией не занимался. И поэтому далеко не случайно именно его бытность и произошла Вторая Карабахская война. То есть Америка не вмешивалась. Не вмешивалась вот таким образом, я имею в виду, на уровне администрации. И это как раз-таки помогло Азербайджану разрулить эту тематику. Потому что нейтрализовав Москву, Америка не вмешивалась. А без Америки и Европы ничего сделать не могла бы. И мы получили там конкретный результат. Теперь, поэтому, когда меня кто-то спрашивает, за кого голосовать, например, азербайджанцами или армянами, я стараюсь честным быть. Армяне однозначно будут голосовать за Байдена. А раз армяне будут голосовать за Байдена, я азербайджанцам говорю, ну, я имею в виду гражданам Америки, которые этнические азербайджанцы или армяне. Я говорю, а вы голосуете, значит, за Трампа. Не потому что он нас любит, а потому что он их не любит. Он не будет их поддерживать. Ему до лампочки. Потому что они раз голосуют за Байдена, значит, он их противник. И он его закроет глаза на все то, что там происходит. То есть, вот такого типа подхода. Теперь касательно вас, украинцев. Я вот вам даже рассказал про ситуацию. Точно так же и как грузинам. Точно так же и грузинам. То есть, 2008 год, это касательно... Ну, грузин здесь очень мало. Здесь в Америке, да? У них не такая большая диаспора. А у украинцев здесь огромная диаспора. Диаспора у вас побольше, чем у армян. Просто влияние армянской диаспоры посильнее, чем украинское влияние. Украинцы очень сильны, например, в Канаде. Они там очень в достаточном количестве. Но, опять же, можно и через Канаду даже влиять на своих родственников, друзей в той же Америке. Ну, в достаточном, говорят, где-то порядка чуть больше миллиона этнических украинцев являются потенциальными избирателями. Ну, это достаточно хорошая сумма, количество. То есть, вы можете сегодня как-то повлиять на эту тематику. Ну, ваше, с моей точки зрения, однозначно, вы знаете Байдена и знаете Трампа. Ну, теперь я вам про Байдена сказал. Да, вот во всех ваших бедах, как он виноват. Ну, теперь я возвращаюсь к Трампу. Четыре года его президентства. Это вы видели. Это то, что они говорят, там, он подставил Дживелина, Дживелина. Ну, когда я их подставил? Не помните? А потом, что он просил у этого Зеленского? И потом, почему он по сегодняшней веку к Украине так относится? Да он потому, что он ненавидит Зеленского. Только по той простой причине, он не помог ему с этим делом, это самое, да, Бурисову, там, Хантер Байден, вот эту всю тематику раскрутить. Все, он ему это не просил, он никогда не просит. А то, что он сегодня вот так юлит иногда, в самом начале так сильно говорил антиукраинское, а потом ему политтехнологи, да, его команда объяснили, что это не туда идет, ты бьешь, да, то есть лучше сейчас помолчить. Последнее время, поэтому он старается молчать. А вот то, что его помощники там или ближайшее окружение что-то говорят, ну, все понимают, да, что лично Трамп и его ближайшее окружение сегодня выступает, я подчеркиваю, лично Трамп и его ближайшее окружение выступает именно против Зеленского и против той политики, которая там есть. Поэтому, естественно, он хочет это разрулить. Ему начихать нам, сказать, что он пророссийский такой, я тоже не сторонник того, чтобы говорить, что он пророссийский. Просто его позиция близка к России, однозначно, однозначно, он ведет себя так же, как тот же Орбан, да, если так вот сравнить, он ведет так же, как тот же Орбан. Орбан-то, он же премьер-министр Венгрии, он же не, так сказать, ставленник той же Москвы, да, он всю жизнь таким и был, он всю жизнь таким и был. Просто его позиция сегодня ближе к той же Москве. И Москва этим пользуется. И Москва также с этим Трампом пользуется. Поэтому они его 4 года видели, как раскручивали. И сегодня точно так же. Они наезжают на Байдена, но поддерживают Трампа. Это я просто экспертизу даю. А вы уже украинцы, сами решайте. Байден виноват во всех ваших бедах. Но этот придет, и этот будет еще хуже для вас, с вашей точки зрения. Поэтому и армяне, и азербайджанцы, и украинцы, и те же евреи. А вот евреи, если будут, спросят меня, за кого голосуют. Я скажу, идите за Трампа голосуйте, конечно. Потому что Трамп однозначно произраильский, проеврейский. А Байден хочет на двух стульях усидеть. И хочет на еврейской тематике улице заработать. И на палестинской тематике. Поэтому вот у него такая неоднозначная позиция. Это моя экспертиза по поводу того их позиции. А то, что вот сейчас вы это озвучили, это позиция Трампа. И не надо самообмануться. Потому что то, что вы сегодня недовольны позицией Байдена по этой ситуации, это однозначно вы правы. И я, вы знаете, один из жестких критиков нынешней администрации. Но если касательно Украины, позиция Дональда Трампа еще хуже. Просто другое дело, давайте дождемся съезда республиканской партии. И если там в качестве вице-президента его заставят все-таки, да, так сказать, спонсоры республиканской партии избрать вице-президентом Ники Хейли, которая очень ярая ваша сторонница, ярая сторонница Украины, да, то тогда уже бы я бы вам советовал бы подумать на эту тему. Потому что, не забывайте, что Трампу почти 80 лет, вице-президент в республиканской партии, тем более Ники Хейли, которая поддерживает огромное количество истеблишмента республиканской партии, особенно вот эти рейганисты, вот, и она пользуется довольно большой популярностью и среди неопределившихся штатов. Вот, и это говорит о многом, поэтому если Ники Хейли будет вице-президентом, тогда можно будет вернуться еще раз к этому вопросу. Ну, если у него будет в качестве вице-президента какой-нибудь этот идиот, там, типа Ромасвами, который даже не знает на карте, где и Украина находится, но выступает с пророссийских, так сказать, позиций и смотрит Трампу в рот, да, тогда однозначно вам за Трампа голосовать нельзя. Есть смена генсека НАТО. Уже официально известно, что осенью за последние 10 лет Альянса будет иметь нового руководителя. Это премьер-министр Нидеранди Марк Рютте. Насколько это важно, насколько вот, кстати, в Москве там Захарова, правая рука Лаврова, сказала, что это ничего не обозначает, потому что НАТО и так руководит Соединенные Америки. Как вы считаете, смена Столтенбагра на Рютте что-то изменит для Украины? Нет, ну здесь это тот самый случай, когда я с Захаровой Марией могу согласиться, потому что на самом деле должность генерального секретаря НАТО, она, это менеджер, это менеджер, это не политическая должность. Это должность, в которой он должен быть хорошим организатором, да, и он должен умирить ладить. Но, с другой стороны, конечно, сам факт того, что на этой должности всегда сидят какие-то руководители каких-то стран этого НАТО, и Столтенберг бывший премьер-министр, и этот премьер-министр бывший, и так далее, и на всех других должностях сидят. Та же Урсула Хондерляй, бывший министр обороны, поэтому или министры иностранных дел, или министры обороны, или бывшие премьер-министры, или бывшие президенты занимают те или иные должности в европейских ключевых структурах. Тот же Туск был в свое время одним из руководителей Евросоюза, видите, вернулся обратно, сегодня он премьер-министр, той же Польши. Поэтому это, конечно, в первую очередь менеджер, ключевой менеджер, конечно, евроинститутов, но и с другой стороны, сам по себе тот или иной политик пользуется еще личным авторитетом, личными связями. Поэтому, например, до Урсула Хондерляй никогда никто так много не говорил уважительно о каком-то руководителе Евросоюза, как они и говорят. И сегодня ее сравнивают с Маргарет Тэтчер. Говорят, это железная леди схватка. Мать семерых детей, сама профессор, доктор наук. То есть успешная в своей специальности, жесткая как министр обороны Германии была. И посмотрите, как она грамотно работает на этой должности, особенно в условиях форс-мажора. Очень важно подчеркнуть, как работает тот или иной чиновник в том или ином месте. В условиях форс-мажора. И как в Евросоюзе, так и в НАТО. Так и в отдельно взятой стране. Даже вашего президента Зеленского именно сравнивать со всеми другими. Потому что война, которую сегодня ведет Украина, это требует определенных личных качеств того или иного человека, того или иного руководителя. Будь то министр, будь то премьер-министр, я уже не говорю верховный главнокомандующий. Поэтому в форс-мажорной ситуации, так же, как обычной бытовой жизни, люди проверяются на вшивость. Летчик, когда шасси не открывается, или там землетрясение случилось и так далее. Один становится паникой, другой, наоборот, хладнокровный, становится героем. А тот, которого мы думали героем, становится трусом. Поэтому это все очень важные моменты. Как вот в фильме «Титаник». Вспомните, на пятом этаже все эти бабочки, в костюмах, галстуках богатые люди были, а этот герой Ди Каприо – простой рабочий парень. А когда «Титаник» стал тонуть, героем оказался простой рабочий парень, а не те, которые должны были, по идее, которые играли в джентльменов. А джентльменом оказался простой рабочий парень. Поэтому здесь, я думаю, очень важны личные качества того или иного человека. И поэтому Марк Рюте, например, в форс-мажорной ситуации в течение вот этих двух с лишним лет довольно достойно вел себя как премьер-министр Голландии. И, кроме этого, как друг Украины. Он с первого дня, можно сказать, рядом стоял с вами. Он рядом стоял с этим Борисом Джонсоном. Один из немногих европейских лидеров, который, так сказать, занял правильную позицию и был на правильной стороне улицы. Вместе с Урсулу Фон дер Лейнг. Поэтому я не думаю, что это случайно его выбрали. И, заметьте, его кандидатура поддержали все. Включая Венгрию, включая Словакию. То есть, все его поддержали. Это о многом говорит. Это говорит о том, что человек, помимо того, что у него есть политический бэкграунд, определенная позиция, он умеет, значит, ладить как менеджер. И это очень хорошо. Потому что, если вспоминать Столтенберга, Столтенберг вообще о его существовании никто не знал. Никто его не знал, ничего такого. Что сказать, что он что-то делал такое. Но когда пришел вот этот форс-мажорный момент, естественно, должность генерального секретаря НАТО, она должна была как-то вот, ну вот как Урсула Фон дер Лейнг выдвинулась. Она в любом случае, она такая же, как и генеральный секретарь НАТО. Она должна интересоваться мнением всех 27 стран, которые входят в Евросоюз. А в НАТО сегодня 32 страны. Тогда было 30, допустим, стран. Ну, разницы нету. Почти 30 и там, и тут. И надо было их мнением добиваться концепции. Но было видно, что линию идет сама Урсула Фон дер Лейн. И она продавливала те или иные решения, договаривалась с теми или иными лидерами, которые не хотели. Того же Орбана несколько раз, если помните, каким образом приводили к нужным решениям. Это очень важные все вещи, которые нужно учитывать при назначении. Поэтому Столденберг один из неудачных. Так же, как Расмуссен, так же, как Столденберг, Расмуссен предыдущий. Поэтому я надеюсь, что Марк Флете будет таким же успешным генеральным секретарем НАТО, как он был премьер-министром Нидерландов, довольно успешным. И далеко не случайно его назначение получило такое единогласное одобрение всех руководителей стран-членов НАТО и в первую еще Соединенных Штатов Америки. К нему очень благословно относились. И лишний раз делайте из этого, дорогие украинцы, раз на эту должность ставить человека, который намного лучше к вам относится, чем тот же Столденберг. Столденберг вспомнил об Украине, о территориальной целостности и суверенитете Украины только в середине этой войны. Вот где-то год тому назад, когда уже стал вопрос о том, что он должен уже скоро уходить, перед тем, как ему уходить в отставку. А до этого он никогда на эту тему не говорил. Он 10 лет сидел на этой должности. Он с 2014 года что-то говорил на эту тему? Много вы слышали? Его каких-то заявлений или каких-то телодвижений через призву того же НАТО? Я что-то не слышал такого. А со стороны Рюта мы это уже слышали в качестве премьер-министра. Теперь как он будет в качестве генерального секретаря? Ну, покажет время. В любом случае, я думаю, что он будет намного лучше с Столденберг. И я думаю, лишний раз для вас это хорошо такое назначение. Да, господин Мирс, и уже традиция, я хотел бы вас спросить о Кавказе, о вам очень близких вопросах. Вот министр иностранных дел Армении Арарат Мирзанян заявил, что Ереван готов полностью нормализировать отношения с Турцией, которые традиционно были враждебны за поддержки Анкаро-Азербайджана. Насколько эти шаги искренние? Насколько... Вот объясните все, что сейчас происходит. И вот уже второе интервью с вами. Мы говорим о том, что Пашинян готов идти навстречу Азербайджану. Теперь вот МИД Армении говорит, что мы с Турцией готовы идти на мировую. Как это все выглядит в регионе? И правда ли то, как вы считаете, что реально все могут жить в мире? Ну, значит, здесь маленький нюанс, который я должен поправить в вашем вопросе, когда вы говорите, что Турция именно в таких отношениях с Арменией, именно исключительно из-за Азербайджана. У Армении, помимо Азербайджана, есть территориальные претензии и к самой Турции. И это прописано у них в Конституции. У них герб Армении, вот герб Армении, ради интереса, зайдите на интернет, вот зрители тоже, и вы увидите там гору Арарат. И о них написано, что это гора Арарат. Гора Арарат нет такого названия. Если мы пойдем, то есть я имею в виду по международному праву, эта гора называется Аградак. Вот, например, простой вопрос сегодня я вам задаю вам. Самая высокая гора в мире, это как называется? Эверест. Эверест. Нет, неправильно. Она называется Джамалунгма. Ну, Джамалунгма, да. Это разные вещи. Эверест – это английское название, это западное название. Понимаете? А кому принадлежит сегодня Джамалунгма? Джамалунгма принадлежит сегодня, это граница, там по вершине проходит граница между Китаем и Тибетом. То есть, вот это Тибет, я имею в виду, Непал. То есть, это между ними, да. То есть, это вот самая граница. И эти две страны, они имеют право называть. И там несколько названий. Но названия Эвереста там нет. И вот это название, вот точно так же, как сегодня. Вот эта гора, она называется Агрыдак. Она находится на территории Турции. А они продолжают называть ее Арарат. И она у них в Гербе. И она у них в Конституции. И она у них в Декларации о Независимости. Точно так же, как они туда внесли 30 лет тому назад в Декларацию о Независимости Армении и Нагорный Карабах. Тогда, как они называли. Нагорно-Карабахскую республику, как они назвали. Ну, типа, вот как ДНР, ЛНР, да. Арцак-Марцак. А у них, у вас Малороссия, Новороссия. Вот такого типа, да, дурацкие эти образования. Есть Конституция Украины. Есть Международное право. И как там написано, так и должно быть. И здесь то же самое. Карабах территория Азербайджана, а у них в Декларации о Независимости. У них это в Конституции. А Конституция у них построена на базе этой Декларации о Независимости. Вот поэтому это предмет переговоров сегодня. Азербайджан требует это убрать. И как будто Пашинян движется в этом направлении. Он сейчас пошел по линии того, что он хочет в Конституцию внести норму о том, что вот как у вас в Украине, что евроинтеграцию, да, то есть стремление в евроинтеграцию. Он хочет просто новую Конституцию. А если будет новая Конституция, значит все то, что написано в старой Конституции, оно будет уже убрано. Просто, ну, это опять же время, когда это будет, подписывать мирный договор без этих базовых вещей в Конституции, да, это международное право. Ты подпишешь какой-то мирный договор, а завтра Пашиняна не будет, не придет другой какой-то руководитель, он обратится в Конституционный суд, и Конституционный суд скажет, что это нарушение Конституции. У нас в Конституции написано, в декларации написано вот так-то, 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 да. И как делать в этой ситуации? И тогда документ будет подвергнуть сомнению. А нам нужен документ, который будет раз и навсегда на века, да. И чтобы никаких этих, и более того, это чтобы было прошло бы через Совет Безопасности ООН, чтобы весь мир это раз и навсегда признал. Вот так должно быть. И касательно Турции у них такое же. У них претензии к шести районам Турции. У них же, они считают, что это Великая Армения, от моря до моря и так далее, и тому подобное. Вот это все вопросы, которые существуют между Турцией и Арменией, в том числе. И плюс, конечно же, уже через призму взаимоотношений Азербайджан-Армянского конфликта, да. Поэтому граница между Турцией и Арменией после развала Советского Союза, когда Армения обрела независимость, она закрыта. Сначала вот Азербайджан-Армянского конфликта, да, из-за Карабаха. И по сегодняшний день она закрыта. Ну, несмотря на это, несмотря на это, и здесь идет синхронность. Вот я хочу, чтобы все понимали, зрители. Будет синхронность. Никаких других разговоров между Турцией и Арменией невозможно без решения вопроса между Арменией и Азербайджаном. Параллельно. Вот здесь три базовых вопроса, которые нужно решить. Первый – это, так сказать, то, что сегодня говорят о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией. Если будет мирный договор между Азербайджаном и Арменией, значит, будет мирный договор между Турцией и Арменией. Если будут, так сказать, дипломатические отношения, будут дипломатические отношения между Арменией. Если будет открытие коммуникации, значит, будет открытие коммуникации и с этой стороны. То есть ничего такого между Арменией и Турцией, до того, как будут эти вопросы решены между Арменией и Азербайджаном, если кто-то будет говорить, это обычная спекуляция. Этого не будет, потому что Турция четко заняла эту линию, и эту линию она десятилетиями уже проталкивает, благодаря нынешнему руководителю Турции, Эрдогану, потому что до Эрдогана это не так было. До Эрдогана там и так, и 50-50 было, и там заигрывали с тем же Западом, а Запад именно хотел протолкнуть, и в рамках минской группы ОБСЕ даже одно время, где-то 15 лет назад была такая футбольная челночная дипломатия, они хотели ее сделать. Даже президент Турции тогда полетел на матч Турция и Армения в Ереван, то есть взаимные визиты были. Вот, и слава богу, что Азербайджан это пресек, и общественное мнение той же Турции выступило против этого. А нынешнее руководство Турции, оно четко заняло однозначную позицию, и благодаря именно этой позиции и авторитету той же Турции, да, и благодаря вот такому военно-стратегическому партнерству между Турцией и Азербайджаном, азербайджанская армия стала образцовой армией по стандартам НАТО, и азербайджанская армия сегодня самая сильная в регионе, политическое взаимоотношение между Азербайджаном и Турцией, и то, что через год это будет единая армия, а это вторая армия НАТО, турецкая армия, с этим уже сегодня все считаются. И вот эта политика, такая, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, и вот то, что добавили туда Грузию, и вот в эту, так сказать, линию, да, и посмотрите, как сегодня Грузия процветает, особенно, та же Аджария, да, я имею в виду, в первую очередь, там, где Турцию с Азербайджаном очень сильно вложились, у Грузии нет ни нефти, ни газа, да, и Грузия не занимается всем тем, чем занимается та же Армения. Сегодня Армения, например, в три раза выросла у них ВВП, за счет чего? Вот за то, что они обходят все эти санкции, связанные с войной Россия-Украина. То есть, я к чему это веду? Я веду к тому, что, конечно, Армения тоже этого хотела бы. Но для того, чтобы Армения вклинилась бы во все эти процессы, для этого нужно именно идти на подписание мирного договора, я сказал, на изменение правовых базовых данных. И я так думаю, визит О'Брайна, вот этого помощника, о котором мы говорили в самом начале передачи, который вот сегодня находится в Баку, а до этого он ездил в Ереван, и он уже не первый раз приезжает, а до его приезда в Баку проследовал звонок Энтони Блинкена. Несколько дней назад Энтони Блинкен звонил и разговаривал с президентом Азербайджана. После этого он поехал туда. А Энтони Блинкен активно вовлечен во все эти процессы. Я думаю, что если удастся заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией, или какой-то предварительный документ, обязательно должен быть какой-то предварительный документ, что все не думали, это будет какой-то мирный договор, и этим все закончится. Это просто какой-то базовый предварительный документ, в котором должно быть прописано. От А до Я, что делать по пунктам, степь бай степь. И вот я так понимаю, сегодня вот эти челночные визиты О'Брайана в регион, они говорят об этом, и они даже говорят о том, что заявление армянского министра, говорят о том, что это вполне возможно и в течение месяца это как-то закрепить. Просто для этого нужна политическая воля, политическое решение, и в первую очередь вот тех ключевых вопросов, на которых настаивает Азербайджан. На Азербайджан давить бестолку, и это уже поняли и в Ереване, и они увидели, что и американцы смирились, и Европа, и Брюссель смирились с позицией Азербайджана. Францию Азербайджан выдавил из этого мирного процесса. Азербайджан выдавил Францию из этого процесса. Заметьте, да, и как это Азербайджану удалось. Еще Азербайджан в Новой Каледоне их наказал, да, как следует. И то, что сегодня во Франции происходит, посмотрите, лично раз говорит об уровне того же Макрона, как он понимает геополитические процессы мира. А геополитические процессы мира сегодня говорят о том, что в этом регионе без Турции и без Азербайджана больше ничего не произойдет, будь то Грузия, будь то Армения, будь то Азербайджан. Поэтому с этим будут считаться и в Москве, и в Тегеряне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Вашингтоне. Господин Мирос, большое вам спасибо за этот прекрасный разговор, прекрасное объяснение. Как всегда, очень все акцентировано, очень все профессионально. Говорим сегодня с Ростиславом Мурзаголовым, писателем, публицистом и общественным деятелем. Ростислав, здравствуйте. Итак, друзья. Трамп заявил о том, что там перестанет давать помощь Украине, если не будет никаких там мирных договоренностей. Но в то же время мы понимаем, что сейчас идет предвыборная кампания, и Трампу действительно интересно говорить какие-то там популярные вещи для своих же американцев. Но в то же время мы понимаем, что это очень активно сейчас транслируют российские пропагандисты. Вот в этой, знаете, в этой такой нынешней истории, я не знаю, насколько, как бы, на кого Трамп работает сейчас. Или он исключительно на себя? Трамп – популист. Трамп работает только и исключительно на себя, на свой рейтинг и на свое возможное триумфальное возвращение Белого дома. Это все, что ему нужно на самом деле. И вот слушать то, что сейчас говорит Трамп, Альбиночка, вы знаете, это все равно, что слушать, как, я не знаю, ветер, вот он вас дует сейчас за окном вашей студии красивый. Потому что, ну, понимаете, у американцев, да, вот я сейчас так совсем по-простому объясню, у них 90% туризма – это внутренний. Понимаете, они не знают, что происходит в Украине, в России. Это вот как раз те самые широкие народные массы, на которых делают ставку как раз Трамп. Потому что, да, есть вот демократы, продвинутые люди, они в Нью-Йорке живут, в других больших городах, и, соответственно, они вот что-то такое понимают за международную дипломатию и так далее. Но Трамп работает не на них, Трамп работает на тех, кто понимает только вот такие самые тупые, примитивные решения. И вот он говорит, я напугаю украинцев тем, что я им ничего не дам. Параллельно я напугаю Путина, что я украинцам дам вообще все, и они все испугаются и захочут воевать. И настойственно встанет благоденствие. Понимаете, но чтобы поверить в этот бред, надо реально быть каким-то колхозником откуда-нибудь из прекрасного штата Алабама, например, где я провел, помнится, три прекрасных недели в рамках программы обмена молодыми политиками между Америкой и Россией, когда еще была, в общем-то, дружба, и все хотели в НАТО, и в Евросоюз, и тогда, значит, россияне имели. Ну так вот, значит, соответственно, потому что в это поверить, ну вот вы представьте себе, как можно в это поверить, если Трамп уже заранее об этом объявил, да, то есть когда, например, он побеждает на выборах, и вот он приходит после этого к Зеленскому и говорит, Зеленский, а я тебе больше ничего не дам. Зеленский говорит, Трамп, ты меня прости, я читал твою вот эту предвыборную статью, ты сейчас сказал Путину параллельно до меня, ему позвонив или после меня сейчас его наберешь, ты скажешь, что ты сейчас нам дашь все. Разве не так? Что-то пошло не так. Ну ладно, я уже избрался, скажи, что там тебе надо дать. Вот, собственно говоря, ну это уже было, когда шел торг про 60 миллиардов, да, там у Трампа сидел его ручной пудель по фамилии Джонсон, и, соответственно, который долго-долго ничего не выделял, и был такой весь грозный, насупленный, и говорил вообще, что деньги американских налогоплательщиков тратить на какой-то далекий восточно-европейский конфликт, преступления, ужас, уже ничего не дадим, только максимум в долг и так далее. Потом, когда дело до дела дошло, когда вдруг стало понятно, что действительно начал проседать у украинцев фронт, и действительно Путин решил поперечься там в какое-то наступление, сразу выяснилось, что, оказывается, трамписты вполне себе все понимают. моментально не только выделили деньги, так еще и выяснилось, что, оказывается, давным-давно уже то, на что эти деньги выделено, уже под парами стоит там где-то совершенно недалеко от украинской границы, и это же все так быстро появилось в Украине, что сегодня уже сидит этот военкор Сладков и жалуется на то, что, оказывается, сейчас на один путинский выстрел 20 летит снарядов со стороны Украины, и летит с разных точек в одну точку, там, где обнаружено все это дело. Я был, кстати, на линии фронта, я видел, действительно, особенно никто не экономит там снаряды сейчас. Но, соответственно, да, понимаете, какая штука? То есть Трампу, когда выгодно что-то такое говорить электорат, он-то говорит. А когда дело доходит до дела, Трамп, он вполне себе представитель западных элитов. Все он понимает. Давайте поговорим еще об одном политике, о выгоде Макрона. Макрон заявил опять, что он готов говорить с Путиным. Вот как, по-вашему, причина, что, несмотря на путинские ультиматумы, которые он ставит Украине, президент Франции снова заявил о таком желании? Вот о чем говорить с Путиным? Вы знаете, а мы с вами уже это обсуждали, я вам рассказывал. Я ведь во Франции, мне посчастливилось пожить несколько лет и год там проучиться в университете. Я понимаю вот эту роль Франции, которая всегда была у французов, и они этой роли очень гордятся. Они всегда готовы были быть дипломатами до конца. То есть они всегда готовы были быть дипломатами вообще хоть с кем угодно. С любыми людоедами, с любыми там пещерными людьми и так далее. Каковым сегодня, безусловно, относится и Путин. Я вам тогда объяснял, что не стоит переживать сильно по тому поводу, что французы каким-то косвенным образом поучаствовали в инвагурации Путина, по-моему, мы с вами обсуждали. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Я вам говорил о том, что это просто та ниточка, которую французы оставляют, понимая, что всё равно когда-то настанет момент, когда разговаривать всё равно придётся. И сейчас, видимо, Макрон начинает чувствовать, что это самое время потихонечку подходит. Потому что посмотрите, как истерично Путин хочет мира, как истерично Путин хочет каких-то разговоров с ним хоть с чьей стороны. И посмотрите, как это было смешно. Вот в Швейцарию его не пустили даже на порог, чтобы поговорить. Так он выбежал куда-то там и начал рассказывать и транслировать свои инициативы, даже несмотря на то, что его никуда не позвали. Понимаете, где этот мачо по пояс голенький, шайгу вместе, который, так сказать, всех там на одном месте вертел, и который вообще не хотел с ни с кем разговаривать, и говорил, что у него самые быстролетающие там ракеты и так далее. Нет, его уже нет. Он бегает за украинцами, которые его никуда не позвали. Он говорит, нет-нет, вы все-таки почитайте документик. Я для вас написал. Вот смотрите, там нормальные предложения. Давайте поговорим. Это же понятно ежу, что раз он выкидывает такое предложение, то это же всегда, знаете, как в Одессе на привозе, когда называют свою цену продавец, он же не надеется даже близко, что кто-то купит за такие деньги в него то, что он продает. И точно так же и покупатель, когда называет первый раз свою сумму, то он тоже совершенно понимает, что ему не продаст за такие деньги. Но и в мировой дипломатии, в принципе, все происходит примерно так же. Соответственно, языке мировой дипломатии, то, что Путин сейчас бегает за украинцами, это просто мольба, поговорите со мной о чем-нибудь, потому что я понимаю, что это тупик. Это вот что изнутри. Меня сейчас начинают подрывать мои же подельники, которых я попытался приструнить, а они не приструнились. Значит, и, соответственно, вот сейчас возникает такая ситуация, и Макрон понимает, что если вдруг сейчас, например, он находит какие-то точки соприкосновения между, грубо говоря, Зеленским и Путиным, но в случае с Зеленским это, к счастью, не один Зеленский, а потому что украинское общество настолько здорово даже в годы войны, даже вот несмотря на все эти безумные испытания, и оно не готово никому делегировать свои полномочия, и украинское общество по-прежнему напрямую участвует в решениях власти, и власть никогда не примет никаких решений, не основанных на мнении украинского общества. Ну так вот, между украинским обществом во главе с Зеленским, скажем так, и Путиным, если Макрон найдет какие-то решения, которые позволят сейчас более или менее какие-то наметить пути куда-то, куда-то в нормальную какую-то ситуацию, то Макрон, конечно, это будет делать. Другое дело, что мне кажется, что все-таки Путину руки еще Запад недовыкрутил. Это случится чуть позже, а именно тогда, когда я вот не устаю об этом говорить, когда у него заберут те деньги, которые дают ему сами же американцы и европейцы, когда они прекратят с ним торговать нефтью и газом. Эта торговля ведется цинично и открыто. Они делают вид, что они не понимают, что это российская нефть, которую в огромных количествах под видом азербайджанских предпринимателей, под видом того, что танкеры эти габонские, и под видом того, что переработали-то индуцы нефть, вообще не зная, чья это нефть, и это все уже чистенький бензин, который все совершенно можно спокойно покупать американцам и европейцам. Это все, когда они прекратят, и когда у Путина закончатся деньги на войну, и вот когда у него голод будет снарядный, на его один, когда снарядик пятью-десятью будет отвечать Украина, вот тогда с ним будет совсем легко разговаривать. А Путин — это тот человек, который, понимаете ли, когда его прижнут к стенке, я не верю в то, что он совершит какой-то мега-суицид, и там всех с собой соберет. Вот нет, он будет вполне себе объяснять россиянам, что ну вот мы сейчас на такие классные и выгодные позиции отойдем, прямо вот на границе 91-го года. Это прямо так будет здорово для нашей страны. Мы, вот видите, достигли великих, прекрасных результатов. Соловьев об этом всем расскажет. Ну, в общем-то, вполне себе возможно, что его достаточно можно, я серьезно надеюсь на то, что можно его додавить до каких-то возможных сильных уступок с его стороны, с Путинской. Но еще раз, для этого нужен Запад, конечно, такой, который не будет с одной руки Путина кормить, а другой рукой ему вводить очередные санкции. Господи, против пионерлагеря Артек, в котором я бывал с детства. И, в общем, да, конечно, это для Путина тяжелый удар. И сейчас, ну, я не знаю, как это комментировать без скепсиса. Но, в общем-то, смотрите чуть выше, то, что я сказал. И в завершение хочется поговорить о таком персонаже, как Медведев, потому что вот есть там путинские кланы, которые сейчас пытаются его подсидеть изнутри. И есть такой, как Медведев, который просто не подбирая слов в своем телеграм-канале высказывается на разные темы, конечно же, в поддержку Путина, его инициатив. Но вот он сейчас завел свой телеграм и на английском языке. И вы знаете, я не знаю, читали ли вы, но там такие тексты уровня «there is where is». То есть, ну вот ощущение реально, что Медведев их сам пишет. Тем не менее, вот он дублирует на английском языке все то, что пишет на русском. То есть, у этих двух телеграммов Медведева получаются разные аудитории, или же он думает, что все-таки российский текст для Запада недоступен? Или в чем здесь история? Для кого вообще? На кого работает Медведев? Для кого он пишет? Ну, во-первых, Медведев, наверное, пока еще не в курсе, что там есть кнопочка такая, в общем-то, перевести, да, и что вполне себе такой перевод «there is where is». Он получается и автоматом. Сейчас искусственный интеллект справляется с тем, чтобы написать на английском, уж не хуже, чем Медведев, то точно. Потому что вот этот вот естественный интеллект Медведева, облученный такими, знаете, веществами различными, нехорошими, да, и алкоголем. Значит, в общем-то, не сильно хорошо справляется с любыми текстами. Я, честно, я не знаю, зачем вы всегда обсуждаете Медведева, да, ну, как бы, это же объективно, ну, да, ну, да, кровавый клоун, да, человек, который, в общем, дискредитировал себя во всем, человек, который находится абсолютно у разбитого корыта, человек, который презираем и ненавидим на самом деле всеми. А знаете, почему обсуждаем? Извините, перебью вас, обсуждаем, потому что есть информация о том, что до сих пор Запад воспринимает Медведева как официальное лицо России и вот месседжи от него реально слышат. Давайте мы вот Западу объясним, вот сейчас раз и навсегда, да, что нет, это не официальное лицо России, что это просто клоун, что это, что это Орликин, что это человек, который, вы понимаете, даже всерьез это какой-то такой, на тебя, обкаткой каких-то пробных шаров нельзя назвать, то, что он там моросит, ну, потому что это все за пределами вообще добра и зла, что это человек, который, ну, вот использован Путиным как агент, который был нужен тогда, когда Путин делал вид, что Россия, она такая более или менее демократичная, а сам в это время точил свои там кинжалы и сарматы, чтобы нападать на весь мир, да, и начиная с самых близких стран. И, соответственно, да, это была такая операция прикрытия, да, он был такой крот, и вот, ну, собственно, как бы после того, как все это вскрылось, он не нужен ни Путину, ни всему остальному демократическому, да, миру, ни тем в России, кто не любит Путина, то есть он просто, он одновременно сразу везде и нигде, то есть этот человек ноль, человек отсутствующий, человек пустышка, и поэтому, дорогой Запад, пожалуйста, переставайте читать это все, ну, просто вы тратите свое, вот и время, еще и наше, потому что нам приходится из-за вас это все обсуждать сейчас. Ростислав, спасибо вам большое за этот разговор, за то, что присоединились к этому стриму, Ростислав Мурзоголов, писатель, публицист и общественный деятель. Ростислав Мурзоголов